МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Трудно привлечь к себе внимание даже ненадолго", сказал однажды Сальвадор Дали. Я предавался этому занятию всякий день и час. И у меня был девиз. Главное, пусть о Дали говорят. На худой конец, пусть говорят хорошо. Его желание сбылось, а Дали продолжают спорить его творчество, изучают, обсуждают, ругают. Количество последователей нет числа. Те, кто считает его шарлатаном, тоже. Словом, вопросы есть. Самый такой, не скажу банальный, поверхностный чаще всего звучал и при жизни Дали. Усы, антенны. Это как? Очень просто. На десерт я прошу подавать мне финики, отвечал Дали. Съедаю и прежде чем омыть пальцы в чашке, провожу ими по усам. Усы получаются радостными и полными оптимизма. Радости и оптимизмы и вам, дорогие друзья, этим утром. Здравствуйте. Что я ем, знаю. Что я делаю, нет. Любил повторять эксцентричный художник. Сегодня мы о его кулинарных пристрастиях. Дали называют великим испанским живописцем, а по происхождению он каталонец. И о жителях этой пограничной между Францией и Испанией области бытует шутливая поговорка. Они верят только в то, что можно потрогать или съесть. Все красивое должно быть съедобно. Позволим себе еще одну цитату и не последнюю. Но не станем вдаваться в тонкости описаний, когда и какие образы продовольственно-питательного мира появлялись в творчестве Дали. Для формата нашей программы это неподъемно. Скажем лишь, что Сальвадору Дали, возможно, сильнее, чем любому другому художнику и вообще человеку искусства. Оказалась близка гастрономическая тема. И вспомним, что в 1973 году в содружестве с лучшими французскими шеф-поварами того времени он даже составил поваренную книгу «Обеды Гала». Приблизительно так можно перевести ее название. 136 рецептов, сопровожденных иллюстрациями в духе эпатажного автора. Уже во вступлении книги Дали предупреждает, что она трактат о гастроэстетике, жизненных наслаждениях и удовольствиях. И любителей подсчитывать калории, что превращает еду в некую форму наказания, явно сочтут книгу слишком живой, агрессивной и дерзкой, что факт. Но даже несмотря на философские выкладки типа «Челюсть. Наилучший инструмент восприятия знания о мире», полный сюр названий 12 разделов типа «Экзотические блюда. Жеманные царственные капризы». Или «Свинина. Мягкие часы. Половина сна». Или «Овощи. Дизоксий. Рибонуклеиновый атавизм». Рецепты поваренной книги Дали вполне реальные и практичные. Разве что выделяются щепетельностью в выборе ингредиентов. Комсомей из раков, тост с авокадо, коктейль корзанова. Да вот и одно из любимых блюд Дали, правда, не вошедшее в этот сборник, проще не бывает. И даже, скажем больше, какое-то оно тихое, скромное, домашнее, настоящее, что называется, без панциря, который и гениев от безумного мира защищает. А почему и этот суп, а именно о нем сейчас речь, мы могли бы назвать как-нибудь своеобразно, скажем, «Чесночное безумие Дали». Но зачем? Давайте просто. Чесночный суп. Чесночный суп. С головки чеснока снять верхний слой шелухи. При этом не надо ее разбирать на дольки. Завернуть фольгу, предварительно полив оливковым или растительным маслом. Отправить в духовку. Температура 180 градусов на полчаса. Испеченный чеснок следует остудить и выдавить мякоть его в чашку. В кастрюле с толстым дном на сливочном масле с добавлением растительного обжарить лук, добавить картофель, перемешать, залить горячим бульоном. Картофель станет мягким. Поместить в кастрюлю истолченную мякоть чеснока и налить чуть-чуть молока. Разбить блендером, после чего вернуть слив на огонь, добавить жирные сливки, еще раз прогреть соль, перец по вкусу, подавать зеленью петрушки и чесночными гринками. Чтобы приготовить великолепное блюдо, нужно немножко того, немножко этого попробовать, добавить, исправить, так и достигает свой искомый вкус, считал Дали. И это очень напоминает то, что делает художник. Ну что ж, вот на этом давайте сегодня и остановимся. Искренне надеюсь, что и данный рецепт органично впишется в наше теплое сезонное меню, равно как и воспоминания об эксцентричном гении. Жить надо интересно, не так ли? И вкусно. Все, на сегодня с вами была Жанна Соловьева. Удачи!